Как за последний год изменилась ситуация в Ленинском городском округе? Чем сегодня живет муниципалитет? О масштабных реконструкциях дорог, строительстве социальных объектов, среди которых многочисленные детские сады, школы и медицинские учреждения. О благоустройстве и перспективах развития на своем ежегодном отчете рассказал глава округа Алексей Спасский, который отметил, что все это было бы невозможным без поддержки губернатора Московской области. За 10 лет Московская область получила всестороннее развитие благодаря эффективному управлению, внедрению новейших технологий и чуткому отношению к каждому жителю. На прошлой неделе состоялась 27-я конференция Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия», на которой мы единогласно выбрали кандидата на предстоящие выборы губернатора Московской области. Нашу партию представит действующий глава региона Андрей Юрьевич Воробьев. Это сильный лидер, чью кандидатуру поддержал не только мы, но и президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. В таком же лидерском ключе предпочитает двигаться и глава Ленинского городского округа Алексей Спасский, работу которого высоко оценивают коллеги, сотрудники администрации, управлений, муниципальных учреждений, представители совета депутатов и общественных организаций. Мне вот как житель уже давно Ленинского городского округа импонирует и даже гордость берет за то, что наш округ по итогам работы годы и того, и следующего года, и тех годов, все-таки выходит в первую десятку. Это, конечно, дорогого стоит. Считаю, что наш округ выглядит довольно-таки солидно, и хочется, что пусть он процветает дальше и дальше. Нужно делать, делать и делать. Отчет был емкий. Мы увидели положительную динамику. Ее видят и наши жители, ее видит и администрация, видит и губернатор. Наш округ вообще, в принципе, локомотивный, да, то есть мы многие инновационные вещи пытаемся внедрять. И это позитивно сказывается на динамике именно того, что воплощается на земле, да, как говорится, то есть то, что видят люди. Быстро развиваемся, быстрых темпов идет именно строительство, потому что мы же живем именно быстрорастущим. Обращаясь к главе, естественно, в команде из губернаторской программы, большое внимание уделяется именно социальной инфраструктуре. В своем отчете Алексей Спасский акцент сделал на множестве важных социально-экономических тем, среди которых дороги. Строительство инновационной автомобильной трассы Юла, реконструкция Каширского шоссе, плановый текущий ремонт проезжих частей округа. Затронул и вопрос благоустройства. На седании Совета по местному самоправлению президент Российской Федерации подчеркнул важность участия населения в принятии решений по развитию территории. И хорошим примером такого взаимодействия стало голосование в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды на выбор объектов благоустройства на 2024 год». Предложения городских активистов были учтены и при формировании концепции благоустройства Видновского лесопарка. Данный объект включен в программу «Парки в лесу» и будет сдан осенью текущего года. В рамках ежегодного отчета главы Ленинский городской округ посетила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова, которая от имени губернатора региона наградила заслуженных работников муниципалитета и передала наподственные слова в адрес сотрудников администрации. Остается пожелать, знаете, удача вряд ли, наверное, удача и так с вами, она и так с нами. Пожелать скорейшего исполнения планов, вот ввести все то, что запланировали, может быть, чуть-чуть раньше, чтобы чуть-чуть раньше порадовать людей. Стабильной экономики, стабильного бюджета и стабильного понимания и правильного взаимоотношения, ну и продолжение дальнейшей командной работы. Алексей Спаски не перестает повторять. Главное, задача власти – быть в диалоге с населением и вместе формировать комфортную среду для жизни. Юлия Погасьян, Сергей Ларин, Кирилл Лобанов, Ольга Садовская. Видно этого. Субтитры сделал DimaTorzok